здравствуйте дорогие друзья меня зовут Анна я рада приветствовать вас на своем канале я решила что хочу познакомить вас со своей коллекцией колиусов колиусы у меня вегетативные есть еще семенные они сейчас прорастают и начинают уже появляться настоящие листочки и мне еще очень хочется колиусы семенные конги ну как бы конг серия называется у них огромные просто здоровенные листья и вот я безумно хочу такой колиус подумай насчет того чтобы приобрести семена в принципе конги они также будут размножаться у вас черенками как и остальные колиусы то есть в этом ничего страшного нет дальше что касаемо расцветки сейчас в домашних условиях несмотря на то что подсветка у меня они стоят под подсветкой колиусы все равно теряют свою насыщенность теряет свою яркость и вот этой вот окраски некоторые начинают сбрасывать листья в этом ничего страшного нет даже когда вы высаживаете колиусы на улицу они могут сбрасывать листья не пугайтесь вот они так реагируют на стресс единственное что колиусы я не ставлю на подоконник потому что от подоконника холод идет у нас и я боюсь заморозить их колиусы не выносят холодных температур и колиусы еще не выносят перелив именно залив так в принципе колиусы с какими-то трудностями я не столкнулась ухаживая за ними точно так же как и за всеми своими другими цветами то есть профилактически обрабатывают редителей там подкармливаю это кормлю как бы вместе со всеми то есть у меня нету такого что ой нет нет там колиусам вот так нужно это вот так все равны так сказать сейчас я вам буду показывать и колиусы кстати в конце я вставлю колиусы на некоторые которые там я сфотографировала летом и на разных этапах развития они у меня были как они разрослись и какие они были яркие какие они сейчас вот ну что ж поехали кстати во всех учебных заведениях которых я училась я изучала немецкий язык поэтому название я могу коверкать на всякий случай я буду указывать номер и под каким номером и какой сорт у меня находится если мало ли кто-то не поймет что это за сорт или еще что-то в комментариях пишите номер я вам пропишу его мало ли вдруг кто-то не поймет и так колиус под номером 33 это красный бархат у него такие насыщенные летом вот цвета лист листку вот прям вот мне не объяснен просто в божественный ну вот сейчас он выглядит так то есть видно что он теряет окраску тут листик чуть-чуть вот старый какой-то подведает но ничего страшного дальше вот такой красавчик это колиус под номером 35 вот такая красота это этно дальше поскакали колюс под номером так вижу 29 под номером 29 у меня виза в сансы красиво кстати колиусы могут подворачивать листья я бывает если честно их и же много у меня стоит в ящике я какой-то могу забыть полить какой-то наоборот прилип поэтому выпады у меня еще бывает поэтому и некоторые колиусы когда им допустим не хватает влажности не просто вот так вот скручивать листочки ничего страшного в этом нет так дальше колиус под номером 31 это dark шоколад он такой вот у него насыщенные такие цвета единственно что я вот этот черенок вот не черенкуйте свои колиусы когда они у вас цветут не берите черенки с цветами но это черенок мне приехал уже поздно я его высадила и он у меня пошел в цвет и просто было больше уже не откуда брать я взяла цветущий то есть цветочной почкой плюс ко всему уже было холодно и не некогда было ждать когда уже нарастит он там массу вегетативной да он бы не успел нарастить и вот этот колиус он вместе со всеми черенковался в августе месяц и вот он такой малыш поэтому не черенкуем пожалуйста всегда то говорила и буду говорить так дальше это колиус под номером 16 это белая лебедь он летом у него такой вот зеленого мало очень много такого вот светлого оттенка вот приблизительно вот такой вот он очень красивый дальше колюс под номером 39 это горчичный соус горчичный соус кстати очень тоже такое интересного такая форма листа и вот сейчас увидите кого цвета стал ближе к зеленому тут являться к это желтоватые такие оттенки посередине тут какие-то коричневатые но на самом деле он очень яркий так дальше под номером 34 это креветка лайм вот такая вот красота такой резной листик вот люблю кстати у колиусов вот такие вот всякие резные листочки он еще когда на улице растет он такой темненький такой цвет у него зеленого практически нет так аватар аватар кстати у всех коллекции колиусов среднем начинается с аватара у меня коллекция колиусов пополнилась аватаром в самом конце то есть он такой мощный и кстати как вообще понять что колиус будет расти таким мощным здоровенным кустом у него вот такой вот квадратный стебель и у него он широкий то есть даже на фазе черенка он уже большой вот имейте это виду такой вам плейфак ажурные чулочки то есть вот он растет у него в основном зеленые листочки такие а когда он будет у вас на улице у него будут вот такого формата листья то есть такие прожилки у них будут фиолетовым оттенком очень красивый колиус тоже кстати он крупный вырастал так пошли по малыш не номер 25 под номером 25 у меня стравбери это ампельный колиус единственное что я его тут недавно по чикала и у него только еще пошли вот боковые побеги разрастаться ну вот он нарастет нарастает колиуса в принципе быстро зимой они растут чуть похуже такое чувство что они останавливаются в росте а потом уже не остановить так номер 41 этот вист ант виру этот вообще я от него тащусь у него вот он когда на солнышке у него желтые красные такие разноцветные вот на одном листе прямо не такими вообще крышу мини объяснить очень очень красивый так дальше вот этот дружок кстати крупный так где у него почему-то у меня нет у него название возможно это сальтезар конечно но не точно пока будем называть его сальтезар и посмотрю если под восьмым номером я больше никого не знаю кто ты сальтезар там тоже такой красивый зеленый с такими пятнышками так а дальше номер 20 под номером 20 у меня декстер или дестер в общем если что спрашивайте пишите номер в комментариях я вам напишу как он там написан у меня сорт у него тоже такие резные листочки он очень яркий на улице когда так дальше номер номер пять под номером пять у меня эльферс тоже очень красивый как по мне у меня все колесы красиво не бывает некрасивых колесов потому что ну на самом деле у них такая прекрасная раскраска листа они все-таки необычные вот нету двух одинаковых колесов хотя казалось бы что есть до сорта похоже и так номер 20 а нет номер 30 это у меня марипоза кто хоть раз выращивал марипозу знает какая она красивая на самом деле то есть сейчас то что дома это не сравнить вот пожалуйста кот еще все отходи закончилась экскурсия у тебя уйти не грозим и цветок я тебе сейчас так номер три это дазлер он тоже такой красивенький кстати где-то на фотографиях вот когда я буду вам выставлять под конец фотографии вставлю то он на фотографиях там где-то был он такой яркий так дальше номер двадцать три это ланселот вельвет моха или мока вот я представляю как смешно слушать название которое название что делать он такой во первых у него очень короткие междоузлия и он разрастается такой он делается пушистый и вот у него много-много-много этих листиков я тоже его недавно прищипывала поэтому он весьма листья такие довольно таки крупные он такого цвета молочного шоколада такого так дальше 5 почему-то кусочек у меня без 22 он у меня идет без названия но но кстати тоже вот очень красивый такой вот так дальше номер 37 это там и он такой интересненький у него вот тут вот посередине яркие такие пятнышки и форма лис . тоже такая прикольненько так дальше номер 18 под номером 18 у меня фламинго вот они вроде как похожи да вот тут вот смотрите расцветки да но все равно они разные разная форма все все разное так дальше 15 под номером 15 у меня филагры тоже такая призна красота и так 38 под номером 38 горчичный соус красавчик такой он совсем далеко не зеленый когда он на улочке он ближе вот к такому цвету еще не потерял он до конца этот налет от того что у нас очень жесткая вода и плюс ко всему я обрабатываю на постоянной основе свои растения сейчас катал гоню он пошел мне цветы там ревизион идти так номер 11 под номером 11 у меня кона ред кона ред вообще мне очень нравится наверное несколько у кожи который мне нравится но вот он именно в посадках очень красиво смотрится я делала миксы то есть высаживала колиусы и помеи батат вместе очень красиво смотрелось и колиус с колиусами тоже будут очень красиво сочетаться так это скорее всего номер 17 это лангостина может почему-то у меня нет вот в некоторых палочки опознавательный сорт конечно подписан но вот надеюсь что это у меня не пересор лангостина вот этот тоже кстати красивый такой яркий ближе к розовому уйди код вот такая вот красота я его сюда же не черенковала ни разу надо бы уже в принципе его можно почекать чтобы из междоузли пошли но пока не буду трогать не до них это глава красота так дальше номер 28 под номером 28 хена красочки 20 или 42 24 так под номером 24 это плюм броккады в общем еще раз говорю если что спрашиваете он ампельный вот этот сорт дальше номер 6 неизвестный но он тоже такой у него красивые листик вот вот это чем-то отдаленно напоминает расцветку именно когда он на улице так дальше под номером 40 у меня в коллекции алабама sunset так дальше под номером 13 тут чуть листики подсохли но это ничего страшного так под номером 13 у меня это лунная соната и осталось еще два виданочка таких маленьких под номером 36 это мистер вандерфул или вандерфул вандерфул мистер вандерфул такой так и под номером 21 у меня бургундий веддинг это тоже ампельный сорт он прикольненький такое ближе много оранжевых оттенков на нем становится когда он на улице ну что вот и вся в принципе моя коллекция я хочу еще все-таки облизываюсь я на конге конечно очень хочется их у них и действительно вот у них листья бывают прям вот с ладошку такие огроменные вот хочется такого конечно колюса мне вот сейчас тут ящик разберу как раз собиралась тут разбирать ящики убирать лишнюю листочки все равно сыплются и как бы как раз собиралась тут уборку наводить ну что ж дорогие друзья думаю что будем прощаться если еще раз кому-то непонятно или кому-то смешно как я называла сорта вы можете в комментариях написать номер я номера называла и я вам продиктую как называется тот или иной сорт по сохранению в принципе я тоже сказала сложного здесь ничего нет главное не перелить и в принципе все и мне нужно уже рассаживать стаканчики хотя бы 200 миллилитров потому что корневой кстати тут еще не успела плести корневой потому что недавно я переваливала укореняла я их стаканчиков 50 миллилитров а потом вот пересаживала уже стаканчики 100 миллилитров вот здесь пошел от росточки с корешка то есть я еще вам как-то говорила что не бойтесь заглублять свои колиусы потому что потом снизу пойдет еще один то есть и колиус это единственное растение которое у меня находится я их пересаживаю не методом перевалки а прям уж пересаживаю так пересаживаю ну что ж всем огромное спасибо за просмотр всем всего самого наилучшего всем всего самого хорошего всех обнимаю всех целую всем пока пока и Субтитры создавал DimaTorzok